МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В год 27 тысяч рублей. Но вот парадокс. Посещая языковые курсы, дети плохо сдают экзамен в школе. А ведь впереди у всех обязательный ОГЭ. Сегодня точнее об этом странном иностранном. И не только. В студии Ксения Волкова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Нам любые дороги дороги. Практически все, что запланировано было на 2017 год, уже выполнено. Транспортный налог в регионе позволит сделать больше. Шумный двор. Нас это не напрягало. Завершение благоустройства под ключ отметили футбольным матчем. Проснись и сделай мир чище. Голову настолько забита решением какого-то определенного вопроса, что становится... Даже спать сложно. Студентка ломает голову, как утилизировать нефтяные отходы дешево и безопасно. Второй обязательный иностранный язык в школах отменяется. Эксперимент завершился, можно сказать, толком не начавшись. Глава МИНА оборонауки Ольга Васильева заявила, что в школах целесообразно изучать один иностранный язык, предпочтительно английский. Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка. Не выучим мы их. Честно призналась министр. Часы, отведенные на второй язык в расписании, Васильева предлагает прибавить к астрономии, а немецкий или французский при наличии времени, и педагогов вести факультативно. Получается, второй язык из расписания можно убирать. А вот что делать с английским? К 2020-му экзамен станет для всех школьников обязательным. Ну а чтобы попасть в профильный класс, девятиклассникам уже этой весной предстоит сдавать ОГЭ. Каковы же шансы получить хорошую оценку в школе? ОГЭ и ЕГЭ по-английскому у этих старшеклассников будет уже обязательным. Гимназия лингвистическая и особого страха нет. Однако ребята в курсе всеобщей паники. Я читала статью, собственно, об этой реформе образовательной, и сама министр, насколько я поняла, опасается результатом ее. Он будет ниже, чем нужно. Она делится на две части, это устная и письменная, как известно. Аудирование, чтение, диалоги, грамматика. Проверка будет по всем параметрам. В гимназии половина выпускников сдаёт подобный экзамен добровольно, но количество часов, отведённых для изучения языка, почти вдвое больше. Аудирование – это, в общем-то, сейчас такая болевая точка в большинстве общеобразовательных школ. Во-первых, сами учебные пособия. Во-вторых, может быть, некоторые педагоги считают, что этот аспект, ну, в общем-то, не требует такого особого внимания. Похоже, ради изучения иностранного придётся отложить все дела, кому-то нанять репетиторов. Безуспешной сдачи ОГЭ не получится попасть в профильный класс, а провал на ЕГЭ оставят без аттестата. Но есть и приятная новость – к 2020 году уровень тестирования обещают другой. Формат будет несколько упрощён. Например, разделы аудирования и чтения будут объединены. Лексика и грамматика задания останутся примерно в том же формате, то есть на словообразование. Но, опять же, уровень самих текстов и навыков, которые там проверяются, конечно, будет пониже. Ми пьяче ди. В 70-й гимназии с этого года начали изучать итальянский. Пока пробно, в качестве факультатива и бесплатно. Буквы знакомые читаются, но есть какие-то тонкости произношения, а так, в принципе. А теперь запрос появился на китайский и арабский языки. Загвоздка в педагогах. Все преподаватели, которые в данный момент в городе могут предложить услуги, они являются людьми религиозными, изучение арабского основанного на Коране. Поэтому здесь этот язык может быть на этом уровне, доступен только тем, и актуален только для тех семей, которые являются церковлёнными в этой религии. Но в обычных школах пока больше думают о том, как разобраться с языками в рамках программы. Родители платят за подготовку репетиторам и частным центрам. Суммы выходят немалые – десятки тысяч рублей в год. Репетиторы не спасают. Пробные экзамены дети сдают, мягко скажем, не очень. Есть такая программа НИКО – национальное исследование качества образования. Смотрите, что показала выборочная проверка в пятых классах. 35% школьников сдали английский, включая аудирование, на двойку. Почти половина получили оценку 3. Отличников всего 3%. Вывод – уровень иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся пятого класса не соответствует требованиям в ГОС. Как-то так. Как же дети будут сдавать УГ будущей весной? И можно ли за пару лет поменять подходы к преподаванию английского в школе? Об этом мы поговорили с народным учителем, ректором Тюменского института развития регионального образования Ольгой Ройблат. Ольга Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Начну прямо. Родители, учеников девятых классов очень беспокоит ОГЭ по иностранному языку. В этом году аттестация добавилась, предметов больше. Дети занимаются целый год дополнительно английским языком. И родители посмотрели пробные варианты и были ошарашены тем уровнем, который требует Министерство образования, видимо, от детей. Что вы думаете на этот счет? Справятся ли дети? Ну, во-первых, ваш вопрос и озабоченность родителей я очень хорошо понимаю и разделяю. Но я бы разделила на две части. Первое – это я бы, конечно, успокоила родителей. ОГЭ – это девятые классы. Значит, естественно, ни в 18-м, ни в 19-м году, ни в 20-м не планируется заведение иностранного языка как обязательное. Вторая – озабоченность наших родителей, я очень хорошо разделяю, вот, это само качество преподавания иностранного языка. Вот в этом-то и вопрос, да. Да, значит, я думаю, что сегодня это не устраивает не только в нашей области, это не устраивает всех по России, потому что мы знаем результаты исследования, мы знаем результаты обучения. В 17-м году департамент образования практически поручил нам обучить сегодня более 400 учителей, а у нас их 773 учителей английского языка, 24 французского, но в основном это английский язык. Вот они сейчас проходят интенсивное обучение, потому что то, что родители не устраивает в школах, я глубоко убеждена, это идет прежде всего от подготовки самого учителя. Я почему имею право об этом говорить, потому что я делала два выпуска, это 22 года. Ну, учитель иностранного языка. Учитель иностранного языка, и я вам хочу сказать, 90% детей, которые заканчивали школу, абсолютно свободно говорили. Им это считали нормой. Это что на английском, что на немецком, что на французском. Но вот, к сожалению, уровень подготовки учителей, которые приходят с вуза, и те, которые сейчас работают в школе, он, конечно, оставляет желать лучшего. Что мы можем успеть до 20-го года сделать? Я думаю, что это встречный процесс. Прежде всего, подготовка учителей. Вот убеждена в этом. Если учитель сегодня 40-45 минут заставляет детей переписывать словарь или что-то устно, а ребенок не говорит устно, я вообще считаю, что это уже не удовлетворительный урок. Потому что ребенок, если приходит даже два раза в неделю, там должна быть коммуникация, разговор. Да, родители, конечно, вынуждены и рады, с одной стороны, водить дополнительно, но они и спрашивают с дополнительной школы, не с общей образовательной школы, сертификат, баллы, которые сдают ребенок в дополнительной школе. Но я думаю, что мы все-таки поднимем уровень подготовки учителей, потому что такое государственное здание, которое мы в этом году от департамента получили, и мы видим этих педагогов, которые очень хотят учиться, и 70% всех этих курсов – это практикоориентированные, то есть мы показываем технологии, мы показываем методику, как построить урок, чтобы дети говорили. Поэтому я все-таки надеюсь, что вот у нас, собственно, 700, ну более 700 учителей, если 60% по 2017 году обучатся, и по 2018, наверное, все-таки процесс у нас двинется. Но в этом году, если ребенок не сдаст английский, он справку не получит и не останется на второй год в девятом году? В этом году нет, потому что у нас нет обязательного предмета после девятого класса ни в этом, ни в следующем, ни в девятнадцатом году. Это только по выбору. Это те дети, которые чувствуют в себе силы, которые могут и которые предмет иностранного языка себе выберут по выбору сдавать. А сколько четыре экзамена будет в этом году? Два обязательных. Два обязательных. Не четыре, а два обязательных. И два по выбору. А два по выбору. То есть это остается на уровне прошлого года, поэтому родители пусть пока не волнуются, но я понимаю, что уже шестой, пятый, седьмой уже нужно готовиться. Нужно, нужно готовиться. Спасибо большое, Ольга Владимировна. Удачи всем и педагогам, и родителям с детьми. До свидания. До свидания. У студентов год экологии голова другими мыслями занята. Сверхзадача найти способ утилизации нефтяных отходов более дешевый и одновременно безопасный. Больше двух лет студентка Светлана Тарасова засыпает и просыпается с мыслью о технологии бурения. Точнее, о новых компонентах, которые помогут сделать планету чище. Сама технология заключается в утилизации отходов бурения. Это достаточно очень проблематичная тема в настоящее время, особенно для нефтяных компаний, нефтедобывающих. Прям больная точка у них. Иногда бывает, что голова настолько забита решением какого-то определенного вопроса, что становится... Даже спать сложно. Отходы на месторождении – выборенная порода с раствором. По консистенции масса напоминает сметану. Такой состав сложно поддается переработке. Варианта два – сжигать или трансформировать физико-химическим путем. Мы вносим компоненты в отходы бурения, которые нам позволяют получить продукт, это техногенный грунт, который в дальнейшем не оказывает никакого негативного воздействия на окружающую среду. Есть встречи с заказчиками, с которыми мы непосредственно общаемся и пытаемся все-таки уточнить, что необходимо нам дополнить именно в нашей технологии. Нужно найти твердое, но менее дорогостоящее решение. Миссию по переработке новых компонентов, эффективных и экономичных, девушки взвалили на хрупкие плечи. Пока же в Тюменской области ситуация с экологией благополучна. Это касается не только буровых отходов. За последние 5, даже 10 лет не было фактов нефтеразлива. То есть при добыче у нас месторождения довольно очень молодые, у нас загрязненных земель не бывает. А на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе вот в начале года 2017 мы проводили плановую проверку. Нарушений не было выявлено. Однако нужно мыслить глобальнее. Тем более в России этот год – экологии. А мировую проблему – разлив нефти в Мексиканском заливе тюменцы уже помогали решать в 2010 году. Тогда наши изобретатели применили бактерии. Поэтому Светлана уверена, ее идея сделает планету чище. Автомобилисты подсчитывают расходы не только на ТО и бензин. С Нового года льготы по транспортному налогу в регионе отменяются для всех машин мощностью свыше 100 лошадиных сил. Давайте прикинем, сколько платить будем. Ставку не повысили. От 100 до 150 лошадиных сил считают по 30 рублей за каждую. Так, Мазда 3 мощностью 106 лошадиных сил обойдется владельцу в 3180 рублей в год. На кроссовер Ford Kuga 150 лошадок придет квитанция уже на 4,5 тысячи. Для владельцев более мощных авто до 200 лошадиных сил по 38 рублей. Например, на 2-литровый Nissan Tiana налог 6,5 тысяч. Далее по возрастающей до 250 лошадиных сил начисляют по 55 рублей за каждую. Ну и внедорожник типа Land Rover 100 рублей за одну лошадку придет налог 29 тысяч 200 рублей за год. Надо отметить, что на автомобиле дороже 3 миллионов рублей депутаты подняли коэффициент. Отмена льгот по транспортному налогу сейчас обсуждается во всех регионах страны. Объяснение этой меры одно – пополнение дорожного фонда. В Тюмени планируют собрать 256 миллионов рублей. Ведь льгота, она не из воздуха компенсируется, она компенсируется из бюджета. Из наших с вами доходов, из других статей доходов налог, там, на доходы физлиц, или налог на имущество, или налог на прибыль даже. Мы сказали, все, все, что положено, давайте будем платить на до 150 лошадиных сил. Для вот той категории, которая сегодня массово за рулем ездит, просто убрали льготу, потому что сегодня, к сожалению, бюджет напряженный. Четверть миллиарда рублей транспортного налога позволят сделать дороги еще лучше. В Тюменской области и без того самый высокий показатель качества полотна, и на будущий год ремонт продолжат. Но основной упор на строительство новых объектов. Большие планы требуют и вложений немалых. Мост через Тобол на 123-м километре автодороги Тюмень-Хантамансийск можно назвать уникальным. Ремонтировать его регион не мог, ведь он расположен на федеральной трассе. Выход был один – убедить Министерство транспорта в необходимости реконструкции и предложить помощь, софинансирование. Впервые регион предоставил субсидию федеральному бюджету. Это пока единственный опыт такого взаимодействия региональной власти и федеральной власти, потому что, как правило, федерация софинансирует региональные объекты. И этот опыт, конечно, приносит свои результаты. 76% дорог в нашей области уже привели в нормативное состояние. 240 километров в этом году обновили по проекту безопасные и качественные дороги. Федерация выделила 637,5 миллионов рублей. Регион должен был добавить столько же, но вложили больше миллиарда. Иначе бы средств не хватило. Практически все, что запланировано было на 2017 год, уже выполнено. Остались только небольшие доделки. Ну и плюс переходящие объекты с 2017 на 2018 год, которые в плановом режиме будут продолжены и в зимний период. Серьезные проекты завершили в областном центре. На развязке на Пермяково-Федюнинского движения запустили на два года раньше срока. Полностью кольцевую дорогу планируют открыть до конца 2018-го. Очень приятно, когда ставится последняя точка в таких прекрасных объектах, очень нужных для нашей областной столицы. Поэтому сегодня мы можем честно сказать, что в областной столице у нас маленькое новоселье. Ну, наверное, даже не маленькое. Большое новоселье справили и на Мельникайте. Открыли первую очередь моста через Туру. До конца 2018-го завершат строительство прилегающей транспортной развязки на пересечении с Дамбовской и Харьковской. Мельникайте по задумке станет скоростной улицей с непрерывным движением, когда построят еще четыре развязки. Там планируется вообще исключить пересечение транспортных и пешеходных потоков, ликвидировать все светофорные объекты, пешеходные потоки вывести во второй уровень, ну и повысить существенную безопасность транспортную. А 1 ноября откроют движение по улице Чернышевского. Вместо двухполосной дороги здесь появилась широкая магистраль. А теперь во дворы переместимся. Жители московского тракта перетерпели шумное лето и теперь счастливы. Благоустройство под ключ они отметили футбольным матчем, успели до снега. Эти мальчишки теперь не только смогут вдоволь подтягиваться на турниках. В их дворе появилась новая детская площадка со специальным антиударным покрытием. Качели, горки и главная радость – футбольное поле. Ему, кстати, рады и жители постарше. Этот двор на московском тракте – один из первых в городской программе капитального ремонта дворовых территорий. Кроме ландшафтных изменений, во дворе провели хорошее освещение, сделали больше парковочных мест. Но главное – заменили инженерные сети. Если заходим с благоустройством во двор, сразу смотрим, в каком состоянии сети. С тем, чтобы, проведя ремонт, уже не возвращаться к этой теме 10-20 лет, как минимум. Здесь точно так же была замена тепловых сетей. И только после этого начались работы по благоустройству такой верхней, внешней парадной части. Ремонтные работы продолжались 4 месяца, но возмущения не было. Мы пережили это, знали, что это, как говорится, будет для нас хорошо, и поэтому нас это не напрягало. Двор отремонтировали за бюджетные деньги. Материалы были современные и надежные. Однако срок их службы теперь будет зависеть от бережного отношения жильцов. Здесь проект согласовался на начальном этапе с жителями. То есть все было согласовано, как делать, что делать и где делать. Жители вместе с представителями управляющей компании и депутатами в честь открытия двора устроили настоящий праздник. Как и положено, с играми, чаепитием и приятным общением. А вот жителям соседних дворовых территорий посоветовали не унывать. На будущий год 4 еще двора запланированы. Мы уже прошли сверху, посмотрели, что будет планироваться, и все согласовано с жителями. Завершился праздник двора товарищеским матчем. Собственники против сборной из представителей администрации и местной управляющей компании. В спорте, как и в благоустройстве, победила дружба. Золотое поколение Тюмени отметило сегодня 30-летие. Активисты встретились на юбилее городской ветеранской организации. Я думаю, что каждый, кто будет в зале сидеть, он будет участвовать сам в этом. Это и есть подарок, потому что пока мы поем, вы знаете, мы живем. Не только пели, но и итоги подвели. Вспомнили, как налаживалась в городе система поддержки пенсионеров. Многие сегодня нуждаются в обновлении бытовой техники, элементарном ремонте жилья. На адресную помощь ветеранам за последние 5 лет потратили 12 миллионов рублей. Вся вот эта наша 30-летняя история, это история, которая связана с оказанием всемирной поддержки и помощи ветеранам. У нас очень много председателей первичных организаций, которых мы сегодня поздравим. Ветераны знают, как жилось раньше в студенческих общежитиях. Весело, но не совсем уютно. Как сегодня обустроена самая старая университетская общага Тюмени, узнаем из рубрики «Время рекордов». Кто не жил в общежитии, тот не видел жизни, говорят студенты. Сегодня заглянем в общежитие, которое отмечает юбилей. Общежитию номер 3 Тюмгу на Мельникайке 50 лет. Это самая старая студенческая общага в городе. Кирпичную пятиэтажку коридорного типа построили в 67 году прошлого века в расчете на тысячу студентов. Но сегодня здесь живет 367 постояльцев, половина – иностранцы. И сейчас в их распоряжении настоящие квартиры, туалет в каждой комнате. А когда-то кухня и душ были одни на этаж. Студенческие квартиры 21 века удивили бы студентов 20-го. На столах планшеты и ноутбуки. А при этом вся техника, холодильники, телевизоры, электрочайники выдаются на время. А вот уборку студенты по-прежнему делают сами. В общежитии есть тренажерный и актовый залы. По инструкции положен медицинский изолятор. Но последние 20 лет он пустует. Есть комната для индивидуальных занятий. В прачечной студенты держат под замком холодильники. А в местном аквариуме Холла живет рыбка Эллочка. Говорят, ее нельзя перекармливать. Раньше был комендант, сегодня заведующий общежитием. Знакомьтесь, Лариса Кудрявцева на посту уже 12 лет. За порядком в студенческом царстве следят камеры и сторож Егоровна. Все под контролем. И всего за 8 тысяч рублей в год. Плата за общежитие в 20 раз меньше, чем аренда однокомнатной квартиры в этом же районе Тюмени. А какие объекты вы бы внесли в книгу местных рекордов, предлагайте в группу ВКонтакте, и мы покажем. На рекорд идет Пышминская птицефабрика. На предприятии собираются упаковать и доставить до покупателей 390 миллионов яиц. Плюс 85 миллионов к прошлогоднему показателю. И важный момент, логотип на продукции будет новый. Новинка, проверенная временем. Знакомый тюменцам продукт стал еще качественнее и ярче. Ищите на полках магазинов. Обновленный логотип птицефабрики Пышминский стал более читабельным. Он изменил свое направление. Теперь изобразительный знак смотрит в сторону птицефабрики своих покупателей. Достаточно в теплых тонах исполнен логотип. Красно-оранжевые цвета. Это соответствует пищевой промышленности, повышает аппетит и любовь к потребителям. Чтобы оставаться в фаворитах у покупателей, Пышминская птицефабрика совершенствует производственные линии. В 2016 году закончили первый этап инвестиционного проекта. Построили три новых корпуса для содержания курни-сушек по 120 тысяч каждый. В результате этого увеличили валовое производство на 30%. Построили магистральный яйцезбор, построили новый яйцертировочный цех, установили новую яйцертировочную машину голландского производства, новый склад хранения готовой продукции, склад хранения тары. Современное оборудование исключает ручной труд. Курица сносит яйцо, и оно по транспортеру отправляется в цех, где умные машины сортируют и упаковывают продукт. Птицевод к нему не прикасается. Новые технологии гарантируют качество всех линеек, а их в птицефабрике четыре. Яйцо Пышминское, Едированное, Деревенька и Халяль. Ищите во всех магазинах Тюмени и Тюменской области. А если вы озадачены покупкой теплой одежды, успевайте, сейчас можно купить дубленку по закупочной цене в связи с закрытием магазина «Николь». Здесь верхняя одежда российского производства, сотни моделей из овчины и тосканы, меховые жилеты, кожаные изделия и пуховики, плюс новые материалы и наполнители. Синтетический утеплитель согрет даже в самые суровые морозы, а в плане ухода он практичнее натурального пуха. Размеры в наличии от 40 до 60-го и для мужчин тоже подберут обновку. В нашем магазине происходит ликвидация. Цены у нас снижены. Помимо этого у нас сейчас действует акция при покупке дубленки. Мы дарим сумку в подарок. Мы даем гарантию на весь сезон ношения вещей. Утепляйтесь с выгодой. Ликвидация товара в магазине продлится до конца месяца. В кадре дня во всех смартфонах Тюменцев сегодня снег. Циклон подбросил нам за сутки месячную норму осадков в областной столице 14 миллиметров, а чемпион по региону Тобольск 28 миллиметров. Наш штатный синоптик Анастасия Щербакова узнала. Такого снегопада не было с середины 50-х годов прошлого столетия. Сейчас высота сугробов в областной столице составляет 27 сантиметров. А это нормально даже по январским меркам. Держитесь. Скоро погода будет исправляться. И на четверг нам уже действительно существенных осадков не обещают. 26 октября в регионе будет пасмурно. В Тобольске на термометрах днем минус 5. В Тюмени прогнозируют 1 градус ниже 0 и ветер юго-западный. На сегодня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова